На сцене представитель города Тамбов, Гагик. Размеши, смешно, размеши меня, размеши меня. Гагик, Гагик, смешной чудак. Приветствуем вас. Классно. А ну-ка еще попой, по-моему, готов. У меня Дед Мороз так на Новый год танцует. Да, спиной к тебе. Да. А вы уверены, что мы должны вам задавать вопрос? Мне кажется, вы сразу в образе вышли. Почему? Это вы задаете вопрос. Гагик, Гагик, а повернитесь на секундочку. У вас ручка от двери под носом. Извините. Неплохо. Мне кажется, Георгий Рубенович впервые слушает такой приятный комплимент. На самом деле не все такие, не все такие мы. Мы добрые. Не-не, я понимаю. Понимаете, да? Что привело вас в Киев? Спасибо. Вы менеджер по рекламе, да? Ну, там это опечатка, я водитель маршрутки. Да, действительно, небольшая опечатка. Хорошо, мы желаем вам удачи. Спасибо. Гагик, на старт, внимание, марш. Я вообще что приехал? Сидели бы и сидели все там маршрутки. Тем более, что здесь меня и без меня хватает. Но жажда карьерной саморезации одержала вверх на собственную удальва... 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 Не важно. Ну, раз уж я вбрехал, друзья, давайте поудобнее сядем, я начинаю. Итак... Она ходила голой на улицу, а что ей, она же ведь курица. Да, действительно, друзья, совсем и такое бывает. Итак, продолжаем дальше. Гриф не дрозд, совсем не дрозд, а попугай и не гриф, и не дрозд. Ну что ж, друзья, следующая композиция. Выйду ночью в поле с конем, чтобы не застукали днем. Продолжаем, товарищи. В шумном зале ресторана, в шумном зале ресторана, три подвыпивших цыгана, оттого он, собственно, и шумный. Окончен школьный роман на выпускном в кабинете. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девочкой я, следующий он. Ну что, друзья, продолжаем. Гай, вам удалось пробить улыбку. На лице Владимира Зеленского вы выигрываете одну тысячу гривен. Спасибо. И, как я понял, уже по вашей последней реплике вы продолжаете. Да, конечно. Вторая минута пошла. Следующая композиция боязненная. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все, а ты боялась. Ну что ж. Дорогие друзья, продолжаем. Вообще, когда я на маршрутке быстро езжу, то у меня видеорегистратор тупить начинает. И постоянно мне говорят, можно помедленнее, я записываю. Поэтому я буду лучше, 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 если выпьешь коньяк. Это песня оптимистичной девушки. Итак, друзья, давайте продолжаем дальше. Хорошие песни. Диабетик Коля. Стали мы еще в школе. Человек влюбленный в сахарок. Продолжаем, дорогие друзья. Моя мама, еретик, может быть, подождем мою маму. Подождем, твою мать. Сегодня купил машину новые колонки и буду теперь катать свою девчонку. Попросится она включить, милый ты мне самбуку. Врублю на полтинник, чтобы разорвало эту. Продолжаем дальше. Я построю газель на 400 мест для ревнивых, лысых и длинных. Дорогие друзья, на первый взгляд вам может показаться, что это искусственные усы. На самом деле это теплица для моих. Продолжаем дальше, дорогие друзья. А вот теперь узнаю. О, Гагик. Да. У вас сус отклеился. В кармане. Гагик, вы выигрываете 5000 гривен. Эти аплодисменты вам, мы вас поздравляем. Вы можете забрать эти деньги и... Нет, дальше. Маршрутка ждет. Дальше, дальше. Азартный вы. Точно? Ну, в нарды выигрывал, здесь тоже повезет. Ну, мало ли. Конечно. Это то же самое. Гагик, третья минута, на кону 10 тысяч гривен. Поехали. Поехали. Петров с пацанами любил отдыхать, курить и бухать, курить и бухать. Но однажды на хату он вызвал ментов, но однажды на хату он вызвал ментов. Не честно, не честно, не честно, не честно. Вышла теща в поле гулять. Третий день ее не видать. Не найдя ее, в поле пропал и тесть. Видно, Бог на свете все-таки есть. Я не верил в чудеса. Первый раз и два часа было в такой жизни у меня. Дорогие друзья, следующая песня скандальная. Уходи, дверь закрой. Мне не нужен вот такой. Правда, что? Вова, да. Вова Зеленский сорвался немного. Прошу прощения, ребят. Извините. Было. Дрогнуло сердце. Да. За Георгия Рубеновича. Гагик, вы выигрываете 10 тысяч гривен. Они у вас уже есть. Гагик, вы знаете, сколько это на рубли? 40 тысяч рублей, да. Я подготовился. Неплохо. Ну как, я доллар из золка продавал. Я всю вашу махинацию выучил. Гагик, 80 тысяч хотите? Вот следующий, если я пройду. Вот, пойду, вот следующий, да. Вот давайте я сейчас следующий иду, минуту, и 80 тысяч. Уже начал торговаться. Это в траве. Вообще в торговле главное, чтобы не посадили, друзья. Гагик, я запускаю четвертую минуту на кону. На кону? Подожди, дорогой, сначала тост. Давай. Так, на кону сколько? 20 тысяч гривен. А где 80? Это я уже с вами, да, в рублях. А, в рубли. 10 тысяч гривен у вас есть, идете вы на 20? Можно я посоветуюсь? Конечно. Самим собой им советуюсь. Тихонько. Знаете, вообще жизнь такая, что сам с собой постоянно совещаю. Правильно, а говорить только с умными людьми. А вообще, я же приехал, мне деньги зарабатывает. С таким понтом в Москву поедет. Спасибо, друзья. Гагик, вы берете четвертую минуту? Попробуем, давайте. Итак, четвертая минута, 20 тысяч. Раскудрявый, кожевой. Раньше был кожевой. Простите, друзья, я всегда так говорю. Итак, продолжаем дальше. Аурики, аурики, аурики. Гуляют девки, гуляют мужики. Не, ну в этой песне ничего смешного, она мне просто нравится. Продолжаем. Ах, какая женщина, какая женщина. Молодец. Ах, какой билль мужчина. Молодец. Вот так, друзья, вот так, не смешно мы шутим. Продолжаем дальше. Сейчас я песню найду, я забыл. А вот, песня, вот сейчас, что я испытываю. Читит, чё, дручей бежит, дручей настолько, я боюсь врачей. Итак, дальше. Торгуй пока, молодой. Хачик. Так говорил мне отец постоянно, друзья. Ну, улыбнитесь. Увы. Оказывается, дорогие телезрители, как просто выиграть в нашей программе деньги, нужно просто попросить. Ну, улыбнитесь, ребят. Как это? А ты просто не дослушал. Просто попросить. Просто оскорбить. Нет, я не хотел. Нет, ну у тебя получилось. Оскорбил? Да. Я не услышал. Это хорошо. Поздравляем. Нет, армянский вылетает иногда, может. Гагик, вы выигрываете 20 тысяч гривен. И мы помним, что вы приехали не зарабатывать деньги. А я напомню, что я ехал на поезде Москва-Кищенев с тараканами. Нет, это правда. На самом деле я три таракана убил. Вот это меня чуть-чуть смутило. И поэтому в качестве компенсации. Приз. Вы передумали, да? Приехали за деньги. Да, остаемся, остаемся. Мне тем более скоро коляску покупать у меня там. Остаетесь на сцене, берете пятую минуту. Нет, 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 нет. Нет, 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 все. Все. Коляску покупать? Ну, да, я пятый месяц будущий отец уже. Серьезно? Поздравляю. Жена сказала, чтобы без денег не возвращаться, но я думаю... О, есть шанс не вернуться. Зачем вам коляску? Хорошая идея, да? Зачем вам коляску, у вас есть газель? Ну... Гагик, 20 тысяч гривен, это ваш сегодняшний выигрыш. Забирайте, мы поздравляем вас. Расмеши свежного, сделай, чтобы парень спеялся. Расмеши свежного, и под столом валяться. Расмеши свежного, пусть намочат колготки. Расмеши свежного, но только не использующие водки. Настроение, на самом деле, максимальное вообще. Весь на адреналине, такой выброс эндорфинов, очень радостное, позитивное настроение. Масса удовольствий от этой страны получил. Киев вообще красава.